Матч открытия волейбольного турнира, встреча Уралмиткома и управляющей компании. Игру команды начинают без раскачки. Дружина металлоломной компании сразу навязывает соперникам высокий темп. Спортсмены УК поначалу успешно пристояли на пору, но постепенно разрыв в счете неуклона нарастает. В итоге Уралмитком без больших усилий уверенно доводит игру до победы со счетом 2-0. Честно говоря, мы с одним игроком всегда сыграны, мы с ним играем круглый год. У нас только двое, к сожалению, с другими не получается. Но первый раз на улице довольно сложно, тем более на песке. Старались, видите, прием не шел и все. Следующими на площадку выходят Рудстрой и Михайловский ГОК. Команда строителей впервые участвует в Спартакеаде. И для соперников она была своего рода темной лошадкой. Дружина новичок реподносит приятный сюрприз. Она не дрогнула перед серьезным соперником. С горняками из Железногорска играет на равных. Волейболисты буквально с земли подбирают тяжелые мячи и надежно отрабатывают на блоках. Болельщики и соперники особо отмечают Анастасию Еременко, которая здорово играла наравне с мужчинами, ни в чем им не уступая. Команда у нас очень дружная, активная. Мы участвуем в Спартакеадах не только. Первый раз в металл инвестии. В нашем городе губки не участвуем. Стараемся поддерживать, так скажем, здоровый образ жизни. Готовились, старались. Хотелось бы грязь лицом не упасть. Команда Рудстрой демонстрирует отличный волейбол. Но в итоге опыт горняков берет верх над молодостью и задором соперников. Итог 2-0 в пользу Михайловского ГОКа. Игра УМК и управляющей компанией – третья в этот насыщенный волейбольными баталиями день. Для УК эта встреча уже не первая. А Аскольцы – одни из лидеров. Результат – металлурги без лишних усилий начинают турнир с победы 2-0. Самой напряженной, азартной, с накалом эмоций вышла встреча Михайловского ГОКа и Урал-Меткома. Сразу ясно – уступать никто не собирается. Мяч надолго зависает над сеткой. За каждое очко идет борьба, как за решающая. Ни одна из команд не отпускает соперника больше, чем на пару-тройку очков. Горняки побеждают, что называется, на морально-волевых. Только под конец второго периода окончательно остановив сопротивление металлоломной дружины и одержав вторую победу за день. Все получилось, выиграли 2-0. Вроде пока идет нормально. Матч получился тяжелый. И по накалу, и по погоде. Я думаю, что солнце все-таки тяжело прыгать на песке. На песке – это не то, что в зале. Ну, немножко не хватило, не доиграли, не дожали. Во встречу МК и Рудстрой новички заставили поволноваться металлургов. На вторую игру за день аскольцы выставили молодых спортсменов, которые со временем придут на смену ветеранам. Рудстрой воспользовался шансом и одно время вел счет и пусть и с небольшим преимуществом, но так и не сумел воплотить его в окончательную победу. Собравшись, у МК все-таки одерживает верх над соперником второй раз за день. Мы играем, в принципе, в основном классический волейбол. Ну, вот в таком варианте, в пляжном тоже, уже несколько вот так спартакиад этот состав у нас. Ну, немножко мы его омолодили, поэтому сейчас вот подключаем. Завершила первый игровой день встречи лебединского ГОКа и уральской стали. На площадку лебединцы вышли в статусе действующих чемпионов корпоративной спартакиада «Металлоинвеста» по волейболу. Новотрайчане ничего не смогли противопоставить напору команды из Губкина. Горняки быстро и эффектно доводят игру до победы 2-0 в свою пользу. Волейбольный турнир проводится по круговой системе, так что у всех команд будет возможность сыграть друг с другом, наверстать упущенное или закрепить свое лидерство.